друзья приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости острова кипра сегодня мы будем говорить или точнее подводить итоги прошедшего октября месяца и будем говорить о сегменте рынка недвижимости об аренде аренде апартаментов предыдущее видео было посвящено аренда частных домовладений а вот сейчас мы говорим о квартирах или же апартаментах мы посмотрим что произошло всего лишь за один месяц три у сравнения у нас сентябрь октябрь месяц ну и в конце видео я так сказать выскажу свои предположения еще как бы без цифр но в принципе уже мы полгода исследуем системно мониторим те крупные интернет сайты порталы которые публикуют недвижимость которая продается издается в аренду на острове кипр и принципе уже как бы картинка остановится ясно и так друзья переходим по рассмотру слайдов и будем помощью традиционно повторяю с помощью статистических данных которые которые нам любезно предоставляет компания олинг консалтинг разбираться с процессами которые мы наблюдали в южной части острова кипр это у нас провинция лимассол и естественно муниципалитет лимассол в начале я очень кратко ознакомлю вас административным делением в данном случае южной части острова кипр на провинции и вот одна из провинций которая сегодня о которой мы говорим это провинция лимассол куда входят муниципалитеты и вот здесь очень подробно это в соответствии с статистическими данными которые нам предоставляет любезно но не только нам естественно это в открытом доступе служба статистики острова кипр мы видим что четыре крупных города или же муниципалитета входят в провинцию лимассол это город лимассол город место гетония город святое фанасий город герма стоя город иптонат и город катаполимидия я их отметил на карте вот здесь такими точками красными и входит помимо этих крупных муниципалитетов еще достаточно много если вы посмотрите географических названий да много населенных пунктах но об этом мы будем говорить естественно не в этом видео а сегодня мы разбираем именно показываю правильный не провинцию а город или же муниципалитет лимассол и так перед вами та же самая карта и появилась экселевская таблица давайте попробуем вам рассказать как в общем-то ориентироваться в этом хаосе цифр ну во-первых вверху вот здесь под картой есть легенда карты где вы можете обобщенные данные увидеть что произошло за период сравнения мы видим у нас сентябрь октябрь месяц апартаменты класса а и б напомню вам что на кипре существует на классификация недвижимости в данном случае класс а и б это энергоэффективные вот здесь показываю на табличке энергоэффективные здания и сооружения построена из энергоэффективных материалов из более современной технологии которые позволяют в общем-то долго держаться тепло в данном случае мы говорим об апартаментах или квартиры и соответственно здесь мы видим период сравнения это сентябрь октябрь видим рост и вот здесь ценовые зоны или в городе городе лимасол существуют ценовые зоны или же исторические сложившиеся массивы где проживают в общем-то местные жители да и каждый вот этот жилой массивчик имеет между собой разницу в виде цены где-то больше где-то меньше цена именно поэтому картографы называют это полигоны а я называю ценовой полигон так как видим стоимость аренды в целом за апартаменты отличается и достаточно сильно в каждом таком массиве но вы можете поставить это видео на паузу прочитать интересующиеся вас сказать так сказать массив который входит в город лимасол а я вам подведу итоги мы видим внизу среднее среднее арифметическое число это вот суммируется сюда и делится на количество этих мастивов и видим что в октябре месяце среднее арифметическое число или стоимость аренды это в целом не за квадратный метр друзья а за апартаменты на квартиру которая сдается естественно платеж за месяц 2612 евро это но достаточно много ну вы посмотрите какой класс а б самый новый построен еще раз повторюсь из энергосберегающих материалов квартиры и вот видим что произошло за месяц рост 0,72 процента напомню вам что предыдущему видео посвящено было аренде домовладений и там вы если помните если не помните я повторюсь мы увидели что соответствии также с классификацией там и так сказать модные дома виллы тэнхаузы уже показывают снижение стоимости квадратного не квадратного аренды на протяжении полгода те которые дома менее энергоэффективные построены из менее энергоэффективных энергосберегающих материалов они дешевеют в аренде еще больше то есть там где-то на процент а вот здесь еще тенденции сохраняются по апартаментам сохраняются положительная динамика плюс 0,72 в целом по городу лимасол переходим к другому слайду он мало чем отличается от предыдущего единственное что здесь вы увидите это новая классификация или другая классификация там было а б здесь уже т д е это мало энергоэффективные апартаменты которые построены из мало энергоэффективных строительных материалов которые в общем-то не комфортно жить в зимнее время хотя там достаточно короткая зима я имею ввиду на острове кипр и так подводим итоги и видим что в октябре месяце средняя стоимость за апартаменты в месяц составила 1475 евро вот видите почти в два раза меньше чем за апартаменты класса а и б что показало нам динамику роста незначительную плюс на целых 32 процента но в общем то можете опять повторюсь остановить на паузу и посмотреть интересующие вас географическое название или массив ценовой который входит в муниципалитет на лимасол и посмотреть стоимость аренды за месяц останавливаю пока слайдов и подведем короткие итоги как я уже говорил через два месяца точнее скорее всего это будет январь месяц я смогу совершенно точно цифрами говорить о тенденциях которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости острова кипр по всем так сказать провинциям по тем крупным городам которые которые мы мониторим у нас будут финансовые статистические временные ряды и я цифрами уже буду говорить что происходит с рынком недвижимости а пока я опять констатирую что за месяц аренда аренда апартаментов в месяц исследования сентябрь октябрь незначительно но показывает динамику роста я так понимаю что это это уже затухающего роста или прирост это еще можно называть если сравним с января месяц по октябрь месяц также я предполагаю что в общем то недвижимость на кипре следующем году будет будет испытывать или рынок недвижимости не самые лучшие свои времена но об этом опять же буду говорить о цифрами покажу вам макроэкономические показатели которые характеризуют состояние экономики острова кипр ну и естественно покажу что происходит на рынком недвижимости как жилой так и коммерческой это друзья рассказал все подробно вы должны помнить что я ваш скромный слуга и компания лим консталтинг готовим для вас ежемесячный обзор рынка недвижимости которые я надеюсь станут для вас компасом или же картой каменных джунглях рынка недвижимости острова кипр